Телеканал КРТ представляет Уберите от экрана Грету Тумберг Короче, как пела группа ХЗ Нам подмога не пришла, подкрепление не прислали Я хочу начать списывать часть нашего долга Китаю То есть этот поц предлагает штатам не платить Пекину По долговым казначейским обязательствам Честно говоря, многое сегодня не только делается Но и говорится впервые в истории Весь текст статьи, начиная от оценки нефтяной сделки И до описания перспектив российско-саудовского сотрудничества Буквально отдает сладостью Рахат Лукуна Хотя на зрелище банкир, управляющий нефтяной скважиной Хотелось бы посмотреть Ибо представить это можно только в двух жанрах Комедии, либо хоррора Добрый день, дорогие друзья В эфире очередная программа «Международная панорама» И ее ведущий Дмитрий Джангиров По-прежнему главным вопросом мировой повестки дня Является коронавирус Которым в мире заболело уже почти 2 миллиона человек Лидируют здесь Соединенные Штаты Где более 600 тысяч заболевших И президент Дональд Трамп Ввел режим стихийного бедствия по всей территории страны Разумеется, масштаб американского бедствия На фоне низкой эффективности тамошней хваленной медицины Нуждается в каких-то пояснениях Например, безответственные тролли Типа автора данной программы Уверены, что так же, как мошки на огонь Всякая гадость со всего мира Слетается на факел свободы И COVID-19 здесь не исключение А вот солидная The New York Times Нашла более фундаментальное объяснение В статье от 13 апреля под названием Долгая война Путина против американской науки Президент России обвиняется в Цитата Десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения Которая, цитата «Посеяла панику в США и способствовала распространению смертельных болезней» Конец цитаты Нисколько не подвергая сомнению Ни анализ, ни выводы столь уважаемого либерального издания Необходимо упомянуть некоторые нюансы Этого десятилетия путинской дезинформации В этот промежуток времени агент Путина с позывным «Снежок» Провел закон о защите пациентов и доступном здравоохранении Именуемый Абамакея Что стало несомненной диверсией По натягиванию социалистической системы здравоохранения На либеральную экономическую систему Напомню, что Абамакея предполагал Обязательное медицинское страхование для всех граждан США При существенных субсидиях для малоимущих Далее агент Путина с позывным «Козырь» Частично отменил реформу предшественника На практике приведя здравоохранение штатов В состояние порванного в клочья Ну а тут, как мы видим На сцену вышел третий агент с позывным «Ковид-19» Но вернемся к агенту номер два Он же «Козырь» По данным американского канала ABC Разведка США еще в ноябре В докладе для президента предупреждала Что распространяющаяся в Ухане инфекция Может быть опасной для людей Доклад был основан на данных Национального центра медицинской разведки Разумеется, вся информация От неназванных источников телеканала Которые утверждают, что якобы В распоряжении разведки были перехваченные сообщения И спутниковые снимки Не знаю, насколько корректно критически воспринимать информацию От светочей независимой журналистики Но общепризнанным фактом является появление Так называемого нулевого пациента в Ухане В середине ноября Причем выявлен он был, разумеется, постфактум Но здесь, как в классическом анекдоте Осадочек остался Мол, Трампу сообщили вовремя А он не отреагировал Впрочем, что тут удивительного Агент Козырь и не должен был реагировать Среди вала домыслов и конспирологии Сошлюсь на материал из британской Daily Mail Который утверждает, что правительство США Выдало грант на сумму 3,7 миллиона долларов Именно той лаборатории в Ухане Которая находится в центре подозрений По утечке коронавируса Цитата Китайская лаборатория, которая находится в центре Пристального внимания В связи с возможной утечкой коронавируса Использует правительственные деньги США Для проведения исследований На летучих мышах из пещер Которые, по мнению ученых Являются первичным источником Смертельной вспышки Конец цитаты Британские джентльмены-клавиатуры Сочли подозрительным тот факт Что летучих мышей отлавливали В тысячах миль от Уханя В пещерах провинции Юньнань Так что в целом В американском политическом пространстве Преобладает версия о вине Пекина В гибели американцев от COVID-19 В крайней форме Эту точку зрения высказал Сенатор-республиканец Линдси Грэм Дорвавшись до прямого эфира На канале Fox News Цитата Первое, что я хочу сделать Это официально задокументировать Что мы, Сенат США Не виним Трампа Мы виним Китай Правительство Китая в ответе За 16 тысяч смертей Американцев И за 17-миллионную безработицу В Америке Пандемия началась Из-за правительства Китая И его поведения Это уже третья болезнь из Китая Я хочу, чтобы наша реакция На это была настолько подавляющей Чтобы Китай изменил свое поведение Я хочу вернуть цепочку Медицинского снабжения В Соединенные Штаты И я хочу начать списывать Часть нашего долга Китаю Потому что это они должны платить нам А не мы им Итак, я думаю Вы увидите двухпартийный отпор Китаю Чтобы наказать его так сурово Что это будет сдерживать его в будущем Конец цитаты Обратите внимание на фразу Я хочу начать списывать Часть нашего долга Китаю То есть этот поц Предлагает штатам не платить Пекину По долговым казначейским обязательствам Честно говоря Многое сегодня не только делается Но и говорится впервые в истории Другой аспект Который активно обсуждается В экспертном пространстве Это потеря в условиях пандемии Боеспособности силами добра И соответственно Их уязвимость перед силами зла Находящимися, несомненно В союзе с коронавирусом Так, крупнейшее информационное агентство Турции Анадолу Созданное ровно сто лет назад Мустафой Кемалем Ататюрком Несколько меланхолично И с восточной невозмутимостью Перечисляет отмененные Либо урезанные учения НАТО Впрочем, как мы прекрасно понимаем Анкара сегодня не главный активист Североатлантического альянса Честно говоря Перечислить несостоявшиеся учения Хочется исключительно из эстетических соображений Отдавая должное креативности Авторов их названий Итак, в числе первых были урезаны учения Защитники Европы 2020 В рамках которых отрабатывалась Переброска военных и оборудования Из США в Европу США объявили, что переброска будет приостановлена А часть учений будет свернута Короче, как пела группа ХЗ Нам подмога не пришла Подкрепления не прислали Кроме того, прекратились учения Холодный ответ 2020 Которые начались 9 марта в Норвегии Учения у российских границ Предусматривали участие Около 15 тысяч военнослужащих НАТО Из 9 стран-членов В том числе Соединенных Штатов И отработку навыков В сложных условиях И холодном климате Понятно, что без участия Морских пехотинцев США Ответ Норвегии на агрессию Может быть фрегидным Но никак не холодным Из-за COVID-19 отменены Также некоторые другие учения Которые планировалось провести При участии союзников по НАТО Такие как Динамический фронт Удар сабли Быстрый ответ А тем временем Первую потерю в войне с COVID-19 Понес экипаж Американского авианосца Теодор Рузвельт Где из почти 5 тысяч человек Экипажа На сегодня заражены коронавирусом Почти 600 моряков Всего же заболевшие имеются На 4-х американских авианосцах Это подвигло Японский деловой портал Japan Business Press На тревожную Военно-эпидемиологическую Аналитику Под заголовком Из-за распространения В военно-морском флоте США пандемии коронавируса Китай повысил Свою военную активность И с характерным подзаголовком Китай и Россия Известные мастера Грабежа во время пожаров Скажу сразу, что Грабить во время пожара Находится на почетном Пятом месте Из 36 классических Китайских стратагем Она предусматривает Необходимость активных действий Когда противник По каким-либо причинам Оказался в затруднительном положении Впрочем, великий полководец Сунь Цзы В столь же классическом Трактате искусства войны Говорит о том же Цитата Когда враг повержен в хаос Пришло время торжествовать Над ним В упомянутой статье Генерал-майор В отставке Такаси Фукуяма Предупреждает, что В условиях ослабления Боеспособности ВМС США Китай может решиться На военную операцию В районе спорного Архипелага Сенкаку Ведь, по мнению Отставника Авианосцы могут Оказаться небоеспособными При выходе из строя Всего сотни Членов экипажа При этом он ссылается На инцидент 2 апреля Когда китайское судно Береговой охраны Потопило Вьетнамскую Рыбопробусловую Шхуну В другой спорной части Южно-Китайского моря Впрочем Американские авианосцы Не единственные Где обнаружена Вспышка коронавируса В числе пострадавших Моряки французского Авианосца Шарль де Голь Однако здесь Явно имеется Привкус французского Детектива Который лаконично Сформулировала Испанская Эль Мунда Прямо в заголовке Как попал коронавирус На французский Авианосец Который не причаливал К суше С 15 марта Цитата Авианосец Шарль де Голь Возвращается На свою базу В Тулоне Раньше срока После того Как на его борту Были зарегистрированы Порядка 40 случаев Заражения коронавирусом Бригада военных врачей Была доставлена На флагманское судно ВМС Франции Для оценки ситуации И установления путей Попадания вируса У нас нет объяснений Заявили военные В последний раз Шарль де Голь Швартовался в Бресте На западной оконечности Британии 15 марта С тех пор Никто на борт Авианосца Не поднимался Конец цитаты К сожалению У французов Все еще Не сформировался Четкий рефлекс Кто виноват В ситуации Когда Объяснений Нет К слову Сказать Вопрос Корректной статистики Заболеваемости И смертности От коронавируса Проблема Не только Постсоветского Пространства Как передает Телеканал CNN Согласно Новым данным Управления Национальной статистики Великобритании Число летальных Исходов В результате Заражения Коронавирусом COVID-19 В стране Значительно Выше цифр Которые указывает Британское правительство В своих Ежедневных Обновлениях Дело в том Что статистика Минздрава Британии Включает Только людей Которые умерли После Осложнения От коронавируса В больницах Оставляя за рамками Подсчета Граждан Скончавшихся В домах Престарелых Или других Местах Кстати Неплохая Свежая идея Для губернатора Николаевской области У которого не было Ни одного Заболевшего COVID-19 На фоне Увеличившейся В 18 раз Заболеваемости От воспаления Легких В Британии На начало апреля Разница между Двумя системами Подсчета Составила 2040 Умерших Умерших Или более 50% Правда Сегодня Этот разрыв Составляет Примерно 15% Как справедливо В данном Конкретном Случае Указывает СНН Такая путаница Означает Что сложно Сделать прямое Сравнение Между кривой Смертности От коронавируса В Великобритании И аналогичными Кривыми В других Европейских Странах Эти Несоответствия Подчеркивают Цитата Мрачность Зарегистрированных Показателей Смертности В Великобритании Во время Пандемии Коронавируса Конец Цитаты Которые Возможно По мнению Журналистов СНН Сознательно Занижаются Властями Цитата Истинные цифры Могут быть Значительно Выше Чем те Которые Ежедневно Сообщают Британские Министры Конец Цитата 9 апреля В Лефигаро Вышел материал Саудовский Двор под ударом Коронавируса Со ссылкой На The New York Times В материале Приводится информация О 150 принцах Заразившихся Коронавирусом Так Принц Фейсал Бандар Ибн Абдул Азиз Губернатор Эр-Риада И племянник Короля Салмана Оказался В отделении Интенсивной Терапии Я Я лично Знаю Принцессу Которая Сейчас Лежит В больнице Подтверждает Ближневосточный Бизнесмен Который Регулярно Бывает В Саудовской Аравии Мне Известно О болезнях Других Принцев Мне Часто Звонят Чтобы Предупредить О распространении Эпидемии Источник Фигаро В Королевском Дворце Сообщает Цитата Вирусом Заразились Более 150 Принцев В том числе Высокопоставленные Окружение Короля Салмана И наследного Принца Мухаббана Ибн Салмана Начинает Паниковать Именно Поэтому Они приняли Радикальные Решения Конец Цитата 84-летний Монарх Удалился В дворец На острове В Красном Море Напротив Порта Джидда Сообщает Нью-Йорк Таймс Утверждая Что кипучий Наследный Принц Мухаммед Ибн Салман Отправился Со множеством Министров В уединенное Место На побережье Справедливости Ради Необходимо Отметить Что количество Принцев Исчисляется Пятью Тире Десятью Тысячами А потому 150 заболевших Это всего От полутора До трех Процентов Носителей Голубых Кровей Ну а что же Науке достоверно Известно О коронавирусе Или COVID-19 На сегодняшний день Это мы обсудим С Волох Аллой Петровной Заведующей Кафедрой Детских Инфекционных Болезней И детской Иммунологии Вице-президентом Всеукраинской Ассоциации Детской Иммунологии Добрый вечер Алла Петровна Добрый вечер Первый вопрос Самый важный Вот Наблюдая За графиками За этими Кривыми Заболеваемости Смертности Ну и Слава Богу Как выздоравливают Люди Можем ли мы Говорить Что в целом В мире Наступает Перелом Ну и Скоро И у нас В Украине Мы выйдем На максимум И начнется Спад Заболевания Наблюдая В Штатах В Штатах Может быть Может быть Будет Какой-то Скажем Так Вот Ну Постоянный уровень Какой-то Заболеваемости Но наверное Это будет Продолжаться Еще Учитывая Достаточно Большое количество Неиммунного Населения А ведь Это новый Вирус И иммунитет Имеют только Те Которые Переболели И даже У некоторых Есть сомнения Что те Которые Переболели Не всегда Формируют Хороший иммунитет Но наверное Это все-таки Небольшое количество Случаев людей Которые могут Не формировать Иммунитет Наверное Такое Исключить нельзя Сейчас этот процесс Изучается Исследуется Наверное Мы будем иметь В ближайшее время Более точную информацию Ну а вот Объясните Главный вопрос Который люди задают А почему Столько времени Уходит на Создание Вакцины В отношении Вакцины Следует отметить То что Вакцины Ведь уже Созданы И эта информация Есть Что в некоторых Странах Уже есть Вакцины Но дело в том Что длительное Время уходит На проведение Испытаний Этой вакцины То есть Ее сначала Проверяют На животных Даже если Этот этап Скажем так Упустить То все равно Нужен достаточно Большой период Времени Чтобы убедиться Что она работает То есть Нужно исследовать Иммунный ответ У людей Как они отвечают На эту вакцину Для того Чтобы быть уверенным Что она действительно Хорошо работает И защищает Большое количество Привитых Только в таком Случае Она может быть Использована Уже для Массового Производства Потому что Если эти данные Не проверить И вакцина Будет непроверенная Она не может Быть использована Для Скажем так Широко Для вакцинации То есть Сейчас видите Уже несколько стран Дают информацию Что они Создали вакцины Но Начался уже Период испытаний И он занимает Достаточно большое Количество времени Чтобы убедиться Чтобы убедиться Что эти вакцины Работают И вот Последний вопрос Ваш прогноз COVID-19 Это вот он Один раз пройдет И мы забудем Или он превратится В нечто Вроде Гриппа Сезонного Которого Уже имея Вакцину Это будет Ну не так страшно Как сейчас Бывает Там Грипп сильнее Слабее Вот такой же Будет Каждую там Весну Так сказать Приходить К нам Это заболевание Ну наверное Если будет Вакцина Наверное Будет разработана Все таки Не одна вакцина И если Эти вакцины Будут широко Применяться То мы Сможем Создать Хорошую Иммунную прослойку И если Будет создан Коллективный Иммунитет То тогда Заболевание Может уйти Даже полностью Но наверное Оно не быстро Уйдет Потому что Для того Чтобы охватить Большое количество Людей Вакцинации Тоже нужно Достаточное Количество Времени Но мне кажется Что если Будет хороший Охват Вакцинации То все таки Не так уж Долго будет Этот вирус Циркулировать Но какое-то Время Он еще Будет Циркулировать Ведь видите По прогнозам То что я Смотрела Прогнозы Гарвардских Ученых Это может Циркулировать Даже до 2022 года А если За это время Действительно Будут получены Вакцины Их будет Достаточное Количество То наверное Мы сможем Разорвать Этот круг Циркуляции Вируса И тогда Уточняю К последнему Вопросу Вот то что Сейчас говорят Что есть Три штамма Ковида 19 Для каждого Из них Как в случае Гриппа Нужна будет Своя вакцина Отличающаяся Или может быть Одна вакцина На все Три штамма Я думаю Что те вакцины Которые разработаны Они должны Работать Против всех Трех штаммов То есть Должны быть Выбраны Все таки Такие белки Которые Едины У этих Трех штаммов И у этих Трех штаммов Еще не очень Большие Различия Очевидно Все таки По этим белкам Я думаю Что это Учитывалась Информация О разных Вариантах Вирусов С разных Регионов Мира Когда Разрабатывали Вакцину И Брали Скажем так Эти компоненты Вируса Для того Чтобы ее Разработать То есть Я так думаю Что это будет Вакцина Которая будет Работать Против трех Штаммов Ну Как Дай бог Чтоб так оно И было Чтоб это было Как можно Быстрее Благодарю вас Алла Петрова Так как Первая часть Программы Завершилась Упоминанием Саудовской Королевской Семьи То не будет Ничего удивительного В том Что вторую часть Мы начнем С тех же Персонажей Хотя тема И переключается С коронавируса На нефтяное Соглашение В рамках ОПЕК ОПЕК плюс И большой двадцатки С привлечением Ряда крупных Нефтедобывающих Государств Не входящих В эти Объединения Министр энергетики Саудовской Аравии Принц Абдель Азиз Бен Салман Аль Сауд В интервью Профильному Профессиональному Изданию Energy Intelligence Говоря о разногласиях С Россией Весьма неожиданно Для почтенной Публики Назвал отношения С Москвой Семейными Цитата Семья Остается семьей И в семье Иногда возникают Споры Но они Не выводят Их на улицу По его словам Благодаря этим Семейным отношениям Удалось в конце концов Успешно разобраться С разногласиями Цитата Если бы не серьезное Сотрудничество С нашими друзьями В России Эта сделка Не состоялась бы Конец цитаты Разумеется От светистых Восточных оборотов Сложно ожидать Даже малой толики Искренности Однако Параллельно С этим интервью В одном из ключевых Саудовских изданий Arab News Вышел материал Гендиректора Российского фонда Прямых инвестиций Кирилла Дмитриева Под названием Российско-саудовские отношения Окрепнут после пандемии Весь текст статьи Начиная от Оценки нефтяной сделки И до описания Перспектив Российско-саудовского Сотрудничества Буквально отдает Сладостью Рахат-Лукума Однако И в первом И во втором Случае Дело не в самих Текстах А в обмене Вполне понятными Сигналами И я Пользуясь Привилегия автора Подтвержу Свою мысль Высказанную Месяц назад В самом начале Ценовой войны На нефтяном рынке Главной целью Москвы Иерриада Была Американская Сланцевая нефть Разумеется Оба главных Инициатора Этой войны Заплатили Очень высокую Цену Судя по всему Неожиданно Высокую Для себя Однако По итогу Положение Сланцевиков На сегодня Ничем не лучше Положение Берлина 75 лет назад Важно Напомнить Что сделка ОПЕК Плюс Была заключена Во многом При активном Участие Президента США Дональда Трампа И поддерживала Уровень цен Приемлемый Для американской Сланцевой Отрасли Хотя и в диапазоне Цен от 50 до 60 Долларов За баррель Она существовала Скорее За счет кредитов И фондовых Пузырей Но это Отдельная Тема Теперь же Все стороны Выполнили Все пожелания Дональда Федоровича А саудиты Даже трижды Сначала Снизив Объем Домычи В рамках ОПЕК Плюс Затем Добровольно Принудительно Вместе с Кувейтом И Объединенными Арабскими Эмиратами И в качестве Вишенки На торте Повысив Цены Для Северной Америки Тем самым Снизив Конкурентность Своей нефти На крупнейшем Мировом рынке Заявленное Падение Добычи На май Июнь Составит Около 19 Миллионов Баррелей И Трамп Провозгласил Это Своей победой Только Ситуацию Это Не Переломило Падение Спроса На нефть Ведущие Аналитики Оценивают В диапазоне От 27 До 35 Миллионов Баррелей В день Так что Нефть Все равно Будет В избытке Кроме Того Китай Восстанавливается Медленнее Оптимистичных Прогнозов А нефтехранилища Во всем мире Близки К полному Заполнению В силу Этого Цена На нефть Не поползла Вверх А наоборот Юркнула Ниже 30 Долларов За баррель Оставляя Сланцевую Отрас В зоне Глубокой Нерентабельности The New York Times Разразилась Печальной Статьей Под характерным Названием Коронавирус Может Убить Нашу мечту Осланцевой Лихорадке Не удержусь От уточнения Не убить А добить Потому как Ковид-19 Только обострил Врожденные Проблемы Сланцевой Отрасли Доведя Ее До термальной Стадии Главная Мысль Благодаря Сланцевой Революции В виде Новых Технологий Гидроразрыва Уберите От экрана Грету Тумберг К началу 2019 Года США Стали Крупнейшим Производителем Сырой Нефти В мире Став Независимыми От поставок Легкой Нефти С Ближнего Востока От себя Добавлю Необходимое Количество Тяжелой Нефти Закрывалось За счет Канады И Венесуэлы А в последний Год Даже За счет Российской Уралс Это давало Основания Дональду Федоровичу Заявлять Мы не просто Достигли Независимости Мы добились Энергетического Доминирования Однако С приходом Коронавируса Сланцевая мечта Рухнула Вместе с ценами На нефть Акции Компании Энергетического Сектора СНП500 Упали На 20% Что составило Исторический Рекорд Тяжесть Ситуации Состоит В том Что случайность Наложилась На закономерность Причем Обе имеют Большой Негативный Вес Цитата Мечта Всегда Была Иллюзией Добыча Сланцевой Нефти Никогда Не была Финансово Жизнеспособной Американская Энергетическая Независимость Была построена На отрасли Которая Сама По себе Является Определением Зависимости Зависимости От инвесторов Готовых Вливать Миллиарды Миллиарды Капиталов В убыточные Компании Пока Они верили Что Когда-нибудь Прибыли Станут Реальными Конец Цитаты Менеджмент Сланцевых Компаний Убеждал Инвесторов Что Технологические Достижения Такие Как Бурение Все более Крупных Скважин И Размещение Ближе Друг К другу Рано Или поздно Приведут К резкому Увеличению Прибыли А Научно-технический Прогресс Победит Геологию Не убив Экологию Механизм Прост Когда Дочерние Скважины Бурятся Вокруг Материнской Общий Дебет Остается Прежним Так как Эти скважины Находятся На одних Полях И взаимосвязаны Между собой Объем Бурения А значит Затраты Росли А объем Добычи А значит Выручка Нет Зато Менеджмент Сланцевой Отрасли Получал Зарплаты И бонусы Исходя Из объема Проведенных Работ А теперь Аргументы В защиту Коронавируса Согласно Аналитике The New York Times Еще в начале 2015 года Были Озвучены Итоги Проверки Финансовой Отчетности 16 сланцевых Компаний С 2006 По 2014 Год Они потратили На 80 Миллиардов Долларов Больше Чем Заработали В 2018 Году Инвесторы Стали требовать От сланцевиков Чтобы те Показали Свободный Денежный Поток Но крайне Низкие Процентные Ставки Гнали Фондовых Игроков За сланцевыми Долговыми Обязательствами В надежде На прибыль За 10 лет Сланцевая Индустрия Создала Колоссальный Более 400 Миллиардов Долларов Долговой Рынок Юридическая Фирма Heinz & Bonn Посчитала Что за 5 Последних Лет Произошло 215 Банкротств Мелких Сланцевых Компаний С долгами На сумму 130 Миллиардов Долларов А Мудис Показал Что в третьем Квартале 2019 Года 91% Дефолтных Корпоративных Долгов США Приходилось На сланцевые Компании Ну а теперь Угадайте С одного Раза Кто Больше Всех Вложился В сланцевые Акции Правильно Как всегда Частные Пенсионные Фонды Так что Как говорят Плохие Герои В боевиках Американцы Вышедшие На пенсию Еще будут Завидовать Тем Кто Не дожил До нее Кстати По информации Ройтерс Крупнейшие Американские Банки Джипи Морган Велс Фарго Бэнк Что будут Переводить Под прямое Управление Нефтяные И газовые Компании Которые Не могут Вернуть Долги По кредитам Цель Избежать Глобального Дефолта Который Может быть Вызван Убытками По займам Сланцевых Компаний Которые Оказались На грани Банкротства Ничего Подобного Банки Не делали С конца 1980 Хотя На зрелище Банкир Управляющий Нефтяной Скважиной Хотелось Бы Посмотреть Ибо Представить Это Можно Только В двух Жанрах Комедии Либо Хоррора И последнее По данным Управления Энергетической Информации США Добыча Сланцевой Нефти США Как ожидается Упадет В апреле На 194 Тысячи Баррелей В сутки Примерно До 8,7 Миллиона Баррелей Снижение Добычи Как ожидается Продолжится В мае И составит Еще 183 Тысячи Баррелей В сутки Общая Добыча Упадет До 8,5 Миллионов Баррелей В сутки Что станет Самым Низким Показателем С июня 2019 Года Длительность Падения Добычи Составляет 6 месяцев Подряд К докладу Управления Энергетической Информацией США Можно лишь Добавить Что практически Весь этот Объем Состоит Из Нерентабельной Добычи А значит Обещанное Дональдом Трампом Так называемое Органическое Сокращение Добычи В перспективе Может составить И 2 И 3 И 5 Миллионов Баррелей В сутки Ну а более подробно Ситуацию С энергоносителями В целом И углеводородами В частности Мы обсудим С экспертом В сфере энергетики Валентином Землянским Добрый вечер Валентин Добрый вечер Первый вопрос Как вы Оцениваете Судьбу Сланцевой Нефти Сама бизнес-модель Добычи сланцевой Нефти Она была Ошибочной И убыточной И приводила к убыткам И в те Периоды Еще докризисные А конечно Сильнее всего Это отразилось Вот уже сейчас В момент кризиса Если цены Будут сохраняться На достаточно Низком уровне Я боюсь Что перспективы Весьма печальны Для американской Нефтедобычи А соответственно Политически Это будет отражаться И на рейтингах Трампа Сжиженный газ Каким образом Цена на него Будет привязана К цене на нефть Или наоборот Отвязана От этой цены Мне кажется Опять же таки Здесь следует Говорить об общих Тенденциях Общемировых тенденциях Которые будут влиять Что касается Там например Европейского континента Да То это будет касаться Уже состояния Европейской экономики Состояния европейского рынка Соответственно Отсюда будет Формирование цены Потому что Для американского Сжиженного газа Скажем Премиальным рынком Всегда были страны Азиатско-Тихоокеанского региона Европа стояла Там по-моему Даже на третьем месте Но мы видим Что собственно Мегаэкономический кризис Зацепил и этот регион И восстановление Китая тоже Под большим вопросом Поэтому Цены на сжиженный газ Будут формироваться Сугубо Исходя из ситуации Как раз Вот на локальных Ну если можно назвать На региональных Давайте скажем так На региональных рынках Потому что По технологии Если вот мы говорим О Соединенных Штатах По технологии добычи Цена газа При добыче нефти Он попутный Получается Она там практически Стремилась к нулю То есть Себестоимость добычи С газа Который впоследствии Мы называем Американским сжиженным Она там Весьма низкая Потому что Основной упор И основной акцент Делался как раз На нефти И это было Приятным Приятным Дополнением Но поскольку Если проанализировать Последние несколько месяцев Я думаю Что цены Будут колебаться Вот в пределах 100 долларов За тысячу кубических метров Что явно Делает Нерентабельным Да Просто Саму доставку Американского Сжиженного газа В Европу Я понимаю Что там По политическим Под политическим давлением По политическим причинам Какой-то объем Будет выкупаться То есть Какие-то договоренности Будут выполняться Но этот газ Будет явно дороже Того газа Который Например Европа Получает Из Российской Федерации Который торгуется На европейских Биржевых Газовых площадках Понятно Промежуточный вопрос А судьба Второго вида Сжиженного газа Суг Что с ним Будет происходить Ну Это больше Автомобильный рынок Опять же Ну Вот смотрите О каком бы Сейчас сырьевом сегменте Мы с вами не говорили Любой этот сырьевой сегмент Он будет привязан К общемировым тенденциям То есть Если будет А я думаю Она будет сохраняться Как минимум Ближайшие полгода Тенденция падения Цен на сырьевых рынках Соответственно По всем видам Энергоносителей Мы будем наблюдать Точно такую же тенденцию Тогда можно предположить Что уголь будет В пролете Извиняюсь за Жаргон А вот Парадокс ситуации Что уголь Оказал Свои ценовые позиции Сохранил А почему Ведь он же Ну это же Субституты Это же Замещают Друг друга Эти продукты Ну Вы не можете Заместить То есть Замещение идет Например Если у вас Например Блок тепловой Электростанции Вы можете Заместить Уголь Мазутом Если это Предусмотрено Технологически Но большинство Европейских Тепловых станций Как это не парадоксально Они продолжают Работать на угле И соответственно Никто не отменял Балансировку Системы То есть Вам все равно Необходимо Покрывать пики Ну только В Украине Наверное Как бы сложилась Ситуация Когда избыток Угля на складах И когда Тепловая генерация Начинает Терпеть убытки Исключительно Опять же Из-за Перепроизводства Угля Вследствие Резкого сокращения Потребления Электроэнергии Насколько я понимаю По европейским странам Несмотря на Экономические проблемы Там все-таки Достаточно высокий Объем потребления Поэтому уголь Продолжает Продолжает Удерживать Такие свои позиции Вы знаете Дмитрий Георгиевич Я боюсь Что Вообще В целом Вот этот Как это Карантина Карантиномания Да Как угодно Можно назвать Всемирная Она вообще Существенным образом Изменит Наше представление О мировой экономике И само функционирование Мировой экономики То есть Если Последние Два-три Десятилетия Мы шли В парадигме Глобализации Максимальной Глобализации То есть Сейчас Как раз Мы будем Наблюдать Совершенно Обратный Процесс Потому что Мы увидели Как большинство Крупнейших Промышленных Гигантов Испытали Достаточно Серьезные Трудности В следствии Логистических Проблем Поскольку Производство У них Было Разбросано По всему Миру И вот Я думаю Что с точки Зрения Ценообразования На энергоносители Будет происходить Где-то Такая же История То есть Каждая из стран Начнет ориентироваться На более Экономически Выгодные Ресурсы И соответственно Как бы Фактор замещения Да Который Собственно И давал Вот эти Вот Связки Ценовые Он Будет играть Уже Менее Значимую роль Нежели Это есть Сейчас Благодарю Вас За ваш Анализ Не болейте И оставайтесь Дома Благодарю Спасибо Дмитрий Георгиевич Заимно На фоне Коронавируса И ценовых Войн Вокруг нефти Как-то На второй план Отошли конфликты Идущие вдоль Дуги Опаленной Арабской Весной Минимум В трех Горячих Точках Продолжаются Боевые Действия Причем Везде На фоне Мирных Переговоров При участии Внешних Игроков В многострадальном Йемене Хусидские Повстанцы Поддержанные Иранскими Единоверцами Шиитами По-прежнему Держат Инициативу В своих Руках Тесня Коалицию Саудовской Аравии И ряда Стран Залива А также Местных Племен Поддерживающих Марионеточного Президента Хади Все это Происходит На фоне Гуманитарной Катастрофы Из-за Вооруженного Конфликта Продолжающегося Уже Пятый Год В стране По данным ООН Голодают 70% Населения Или Около 20 миллионов Человек Более 2,5 миллионов Йеменцев Переболели Холерой Но Неудачная Война Подорвала Моральный Дух Антихусидской Коалиции Так Например Объединенные Арабские Эмираты В феврале Этого года Полностью Вывели Свои войска Из Йемена В 20-х Числах Марта Йеменские Повстанцы Активно Используя Боевые Дроны И ракеты Взяли Город Эль-Хазм И вышли Главным Нефтяным И газовым Месторождения Страны В провинции Мариб Город Эль-Хазм Своеобразные Ворота Из горной Части Страны В равнин В случае Захвата Нефтегазовых Месторождений Хуситы Могут Полностью Подорвать Экономическую Базу Формального Руководства Страны Это еще Больше Увеличит Расходы Эр-Риада На участие Во внутриеменском Конфликте Однако Войска Саудовской Аравии Оказали Минимальную Поддержку Своим Марионеткам В боях За Эль-Хазм Похоже Эр-Риад Готов К выходу Из конфликта Тем более Что Время От времени Хуситы Атакуют Дронами И ракетами Объекты Добычи Переработки И транспортировки Саудовской Нефти Иногда Боевые Группы Хуситов Торгаются На территорию Саудовской Аравии И обстреливают Ее Объекты Инфраструктуры Баллистическими И крылатыми Ракетами Военно-морские Силы США Пытаются Заблокировать Морские Поставки Хуситам Военной Помощи Со стороны Ирана В СМИ Имеется Информация О переговорах Эр-Риада С повстанцами При посредничестве ООН Вторая Подзабытая Война Это затяжной Гражданский Конфликт В Ливии Где при покровительстве Внешних Игроков Ведут бои Войска Подчиняющиеся Международно Признанному Правительству Ливии С войсками Верными Международно Признанному Парламенту Ливии Сегодня С места Боевых Действий Приходит Противоречивая Информация Так Согласно Турецкому Агентству Анадалу 13 апреля Войска Правительства Национального Согласия Перешли В контрнаступление В районе Триполи Отбросив Войска Халифы Хафтара От столицы Цитата Правительственные Силы Сообщили Что территория Площадью Около 3000 квадратных Километров К западу От столицы Триполи Была Отвоевана У лидера Незаконных Вооруженных Формирований На востоке Страны Халифы Хафтара Конец Цитата В ходе Операции Буря Мира Правительственными Войсками Были захвачены 6 бронеавтомобилей И 10 танков Поставленных Из Объединенных Арабских Эмиратов Однако The New York Times Зачем-то Разгоняет Зраду В свежей статье Белый дом Благословил Войну В Ливии Но победила В ней Россия Цитата Россия Действовала С холодным Цинизмом Пользуясь тем Что администрация Трампа На протяжении Трех лет Не делала Никаких Внятных Заявлений В Ливии Россия Стала Ключевым Влиятельным Игроком Получив Геополитический Приз С огромными Энергетическими Ресурсами И стратегически Выгодным Месторасположением На Средиземном Море Конец Цитаты Однако Самым Интересным Моментом Является Признание Того Что именно Вашингтон Дал добро На последний Штурм Триполи Продолжающийся Уже год Цитата Состоявшийся Весной Прошлого года Телефонный Разговор Болтона С Хафтером Пришелся На критический Момент Хотя Приближались Мирные Переговоры Хафтер Перебросил Свои войска В стратегически Важный Город Оазис К югу От Триполи И был готов Начать Внезапный Штурм Столицы По словам Бывшего Высокопоставленного Чиновника Администрации Когда Хафтер Попросил Разрешение Болтон Ответил Желтый Свет Не зеленый Или красный То есть Не да Не нет Однако Три западных Дипломата Знавшие О телефонном Разговоре От самого Хафтера И от Высокопоставленных Американских Чиновников Сочли действия Болтона Не столь Двусмысленными Как заявили Все три Дипломата Он сказал Хафтеру Если вы Собираетесь Атаковать Сделайте Это быстро Конец Цитаты Ну и продолжаются Боевые действия В Сирии 11 апреля Протурецкие силы Атаковали Уже давно Мирную провинцию Рака 12 апреля Здесь был убит Полевой командир Курдских Сирийских Демократических сил Мухаммед Хусейн Аль Канас На севере Провинции Алепа Продолжаются Столкновения На линии Разграничения Протурецкие Вооруженные Группировки Из Сирийской Национальной Армии Обстреляли Правительственные Войска А курдские Боевики Из сил Освобождения Африна Совершили рейд К турецким Позициям В районе Населенного Пункта Шарава И обстреляли Полевые Укрепления Противотанковыми Управляемыми Ракетами Убив Троих И еще Троих Ран На сегодня Численность Турецких Войск Провинции Идлиб Достигла 20 тысяч Человек Одновременно США Перебрасывает Подкрепления Из Алеппо Колонны Бронированных Автомобилей Грузовики С боеприпасами И переносными Зенитно-ракетными Комплексами Американцы Контролируют Крупнейшие Нефтяные Поля К Востоку От Ефрата Дополнительные Силы Вполне вероятно Понадобились Для обеспечения Добычи Черного Золота Согласно Турецкому Информационному Агентству Анадалу Колонна Российской Военной Техники Вошла В провинцию Ракка И направилась К населенному Пункту Камышлы Цитата В настоящее Время В провинции Хосака Ракка И Алеппо В районах Манбидж И Кобани На оккупированных Террористами Рабочей партии Курдистана Территориях Находится В общей сложности 18 российских Военных Баз И постов Где дислоцировано Около Семиста Военных Российские Военные Которые Стремительно Наращивали Своё присутствие К востоку От Ефрата Вперед После операции Источник мира Неоднократно Пытались Добраться До нефтяных Месторождений Румейлана Но Американские Военные Препятствовали Этому Конец Цитаты События На традиционной Дуге Нестабильности Протянувшиеся Через весь Средний Ближний Восток Через Левант Дома Гриба Мы обсудим С экспертом Международником Ильёй Кусой Давайте Начнём С такого Забытого Конфликта В Йемене В целом Можно ли Скать Что Хуситы Победили При поддержке Разумеется Ирана Победили Антихусидскую Коалицию Во главе Саудовской Аравии Ну Война Не выиграна Ими У них ресурсов Чтобы выиграть Конфликт Военным способом Нет То есть Они всё ещё Закрыты В своём Анклаве На Северо-западе Йемена Продвигаться Дальше Например На юг У них сил нет Да И Насколько Я могу Судить С их заявлений У них нет Такой цели Соответственно Сейчас Насколько Я понимаю Они взяли Курс На то Чтобы Конвертировать Свои Последние Успехи Это усиление Своего Ракетного Арсенала Который Они часто Демонстрируют На примере Запуска Ракет В сторону Риада И других Стратегических Объектов Саудовской Аравии Это Военные Успехи На земле Недавно В центральных Провинциях Это В общем-то Некоторые Проблемы Которые Сейчас Существуют В самой Саудовской Аравии И в отношениях Между Саудовской Аравией И ее Союзниками Это все Они хотят Конвертировать В политические Балы И в усиление Своей Переговорной Позиции Для того Чтобы Вытрыгивать Максимально Приемлемые Для себя Условия Мирного Завершения Конфликта Которого Сейчас Жаждет Саудовская Аравия Все знают Что Саудовская Аравия Хочет Выйти Из Йемена Это По сути Они уже Чуть ли не прямым Текстом Об этом Говорят Когда призывают К мирным Переговорам С хуситами Вопрос Только На каких Условиях Они это Сделают Как Удастся Саудовцам Это Сделать Не потеряв Лицо И что Попросят Взамен Хуситы Потому что Все понимают Что По сути Это Будет Ключевое Какую роль Они будут Играть В будущем Например Новом Правительстве В Йемене Так что Можно говорить Не о том Что они Победили А можно Говорить о том Что сейчас Инициатива В руках Хуситов Это Правда И они Сейчас Имеют Шанс Воспользоваться Вот этой Ситуацией В свою пользу А вот Воспользуются Или нет И это Уже Вот конечно Другой вопрос По Ливии Вопрос Вроде бы По данным Турецких Информационных Агентств Перешли Силы Сараджа Силы Так сказать Правительственные Перешли В контрнаступление Это Перелом Или частный Фрагмент Этой Так сказать Ну если Штурм Триполи В общем-то Недавно Год Исполнился Как Идет Так сказать Поэтому Туда-сюда Это в общем-то Продолжение Топтания На Подступах К Триполи Ну В принципе Я бы не назвал Это большим Переломом Потому что Ну мы видели Такие маневры За последний год Но это Существенное Событие Конечно Таким Правительство Национального Согласия Триполи Силы Которого Совершили Прорыв То есть По сути Они заняли Большую часть Прибережной Зоны Это Такая Ответка Генералу Хафтару За его Взятие Сирта В конце Прошлого Года Только Это на другой Стороне С восточной С восточной Сторон То есть Это существенно Конечно Потому что По сути Взяв эти территории Правительство Национального Согласия Во-первых Деблокировали Пару своих Анклавов Которые Оставались Осаде Они были Отрезаны От всех И Теперь Они соединили Сухопутным Путем С Триполи Собственно Во-вторых Они взяли Границу С Тунисом КПП Через Которые Огромные КПП Через Которые Назовем Это Отмываются Разные Деньги И всякие Идут Потоки Контрабанды Из Ливии В Ливию Что Есть Существенно Важным Не только С точки Зрения Финансового Интереса Отдельных Группировок Но и Для доставки Определенных Грузов По Суше Ну и Конечно Это такой Удар По Ливийской Национальной Армии Которая Сосредоточила Все свои Силы Насколько Я понимаю На Востоке На Западе На Западной Триполитании Они не Сумели Удержать Оборону Во многом Успех Этого Предприятия Был Обусловлен Активным Участием В этом Ливийских Амазикхов Вот Высший Совет Амазикхов Который Поддерживает Триполи То есть Правительство В Триполи Не Хафтара Они Выступили По сути Ядру Этого Наступления Они Имеют Довольно Интересную Историю В Ливии В свое Время Они даже Имели Собственное Государство Были Такие Периоды Я думаю Что Их роль На стороне Правительства Я не Исключаю Что Они Ожидают Что Если Там Правительство Национального Согласия Победит То Сделая Ставку На него Они Надеются На Какую-то Автономию Или Широкие Полномочия Вот С точки Зрения Самоуправления Потому что Амазики Всегда Были Несколько Обособленными Благодарю Вас Илья За Комментарии Всех благ Начав Нашу Программу С проблемой Пандемии Коронавируса Позвольте В ее Заключительной Части Предложить Вам Новостной Калейдоскоп На эту Жить Тему Как Сообщает Британская The Daily Telegraph Ведущий Немецкий Эпидемиолог Глава Отдела Микробиологии В Галле В Виттенбергском Университете Александр Кекуля Предложил В качестве Противодействия Коронавирусу В Германии Снять карантин И позволить Заразиться Молодым Жителям Страны А вот Вакцину Ждать Не стоит Ее создание Может затянуться На год На первый взгляд Такой рецепт Правда Лишь неорийцам Мог бы прописать Доктор Менгеле Однако Имеются нюансы Доктор Кекуля Еще 22 Января Призвал Канцлерин Ангелу Меркель Тестировать На наличие Коронавируса Всех Приезжающих Из других Стран Цитата Если бы мы Начали Тестирование И отслеживали Цепочки Заражения В январе Мы могли бы Сдержать Эпидемию Не прибегая К закрытию Границ И карантину Конец Цитаты К марту Когда вирус Охватил Германии Кекуля Призвал Закрыть Границу И школы Так как Тогда Всеобщий Карантин Был единственным Вариантом Замедлить Распространение Вируса И предотвратить Перегруженность Больниц Теперь же По его словам Затянувшаяся Самоизоляция Может принести Больше вреда Чем сам вирус Впрочем Какими бы Странными Не были Предложения Ученого На его стороне Неотъемлемое Право Свободы Слова Но вот У адвоката Беаты Баннер Это самое Неотъемлемое Право Успешно Отъемали Власти Германии Закрыли В психбольнице Адвоката Беаты Баннер За то Что она Опубликовала В соцсетях Призыв Выйти на Демонстрацию Против карантина В эту историю Отечественному Либералу Трудно было бы Поверить Если бы она Не была бы Обнародована В местной Газете Инцидент Произошел В городе Гейдельберг Местный Юрист Специализирующаяся На медицинском Праве Беата Баннер Обратилась В Конституционный Суд С иском О незаконности Ущемления Прав граждан Во время Карантина Вызванного Коронавирусной Инфекцией Также Адвокатесса Написала В социальной Сети Возвание Гражданам Ее Поддерживающим Выйти на Демонстрацию В страстную Неделю Реакция Правоохранительных Быстро и Жесткой Полиция Арестовала Женщину Возле Ее Дома И в Наручниках Доставила В психиатрическую Клинику Для Депрессивных Пациентов Ночь Юрист Правдоискатель Провела В карцере Без мебели И туалета На голом Полу И только На следующий День Ее Поместили В нормальную Камеру Откуда Она смогла Связаться Со своими Родственниками До сих пор Нет Ни решения Суда Ни постановления Прокуратуры Касательно Помещения Адвоката В психиатрическую Клинику Впрочем Коронавирусная Пандемия Это не только Потери Как сообщает Форбс Богатейший Человек Мира Основатель Амазон Джефф Безос Всего за Один день Увеличил Своё состояние На 6,4 Миллиарда Долларов Благодаря Росту Спроса На услуги Онлайн Ритейла Что привело К рекордному Росту Стоимости Его акций 14 апреля На 5,3 В связи С этим Состояние Безоса Который Владеет 11,2 Процента Акций Амазон Резко Возросло Увеличившись На 6,4 Миллиарда До 138 Миллиардов Долларов Состояние Его бывшей Супруги Маккензи Безос Которая При разводе Получила Долю В компании Также Существенно Увеличилась За день Она разбогатела На 2,2 Миллиарда Долларов А ее состояние Увеличилось До 44,8 Миллиардов Долларов В целом Несмотря на кризис С начала года Акции Амазон Выросли Более чем На 20% Причина Причина Этого Стал Резко Выросший Спрос На услуги Онлайн Гипермаркетов И доставки В условиях Пандемии И прекращения Работы Магазинов Оффлайн Как отмечает Блумберг Американцы Начали полагаться На онлайн Магазины Даже при покупке Туалетной бумаги И прочих товаров Первой необходимости Для того Чтобы справиться С ростом Спроса Амазон Объявил О найме Дополнительно 100 тысяч Сотрудников При этом В условиях Массового роста Безработицы И сокращения Рабочих мест Безос пожертвовал 100 миллионов долларов На программу Фидинг Америка Которая поддерживает Продуктами питания Более 40 миллионов Малоимущих В США Через сеть Столовых И приютов Кроме того Амазон Вместе с Майкрософт Пожертвовали 1 миллион долларов В фонд борьбы С коронавирусом В Сиэтле Где расположена Штаб-квартира Компании Также Амазон Учредил фонд В размере 25 миллионов долларов Для помощи Своим водителям И другим сотрудникам Однако Хотя имя Безоса На слуху Мы понимаем Что настоящими героями Являются рядовые Рядовые сотрудники Амазон Доставляющие Товары Людям Французская Ле Фигаро Феномену Реальных героев Противостоящих Пандемии Посвятила статью Реванш Желтых Жилетов Карантин Вывел на первый план Людей Из низов Эксперты В области Социологии Жером Фурке И Клоя Морен Указывают Что еще вчера Незаметные винтики В экономике Франции Из-за введенного В стране Режима Изоляции Стали героями Тянущими На себе Страну Цитата Хотя извлекать Уроки Из пандемии Коронавируса Еще слишком рано Можно сказать Что она Обнажила Разительный Контраст Между общественной Пользой Определенных Профессий И их оплатой И признанием Водители Грузовиков Доставщики Кассиры Кладовщики И водители Погрузчиков Сиделки Медсестры Сборщики Мусора Все они Внезапно Стали героями Хотя еще вчера Были невидимыми И часто Презираемыми Винтиками В экономике Франции Конец Цитаты Как отмечают Специалисты Наиболее востребованы Сегодня представители Преимущественно Женских Профессий Помощники По хозяйству 97% Из которых Женщины Персонал По уходу За больными 90% Женщин Медсестры Акушерки 87% Женщин Продавцы 73,5% Женщин По словам Авторов Статьи Французы Оказавшиеся На передовой В момент Кризиса На первый взгляд Ассоциируются С желтыми Жилетами В первую очередь Благодаря Фигурам Ставшим Символами Движения Таким Как Водитель Механик Максим Николь Помощница Медсестры Ингрид Левавасер Или Дальнобойщик Эрик Друэ Действительно Социологический Профиль Желтых Жилетов И Представителей Некоторых Наиболее Востребованных Сегодня Профессий Во многом Совпадает Так Рабочие Самозанятые Низкоквалифицированные Работники Были Как Среди Вчерашних Участников Протестных Акций Так И Среди Сегодняшних Фронтовиков С другой Стороны Есть Представители Профессий Не Участвовавших В движении Желтых Жилетов Но Вышедших Сегодня На Первый План Речь Идет О Медицинских Работниках Госслужащих А Также Иностранных Рабочих И Иммигрантах В Особенности Работающих В сфере Доставки Безопасности И Уборки Помещений В Обществе Где Достижения Оцениваются Исходя Из Наличия Диплома Классовая Борьба Все больше Принимает Форму Противостояния Между теми Кого Называют Детьми С первой Парты И Детьми С задней Парты Карантинная Экономика Подчеркнуть Важность Роли Которую Играют В нашем Обществе Низкообразованные Отмечают Авторы Статьи Символом Борьбы Людей Из Низов С элитой Стал Для многих Желтых Жилетов И мятежный Марсельский Микробиолог Дидье Рауль Ведущий Борьбу С официальной Позицией Правительства В борьбе С пандемией Коронавируса Его борьба Видится Многим Из желтых Жилетов Отражением Собственной А также Своего рода Реваншем Здравого Смысла Который Люди Что этот период Станет чем-то Большим Нежели 15 минут Славы И компании Смогут Извлечь урок Из сегодняшнего Положения Дел В вопросах Общественного Диалога Вознаграждения Как символического Так и финансового Конец Цитаты На этом Наша программа Подошла К концу Международная Панорама И ее ведущий Дмитрий Джангиров Прощаются С вами До следующей Недели Оставайтесь Дома Берегите Себя До встречи